23 февраля 2014 год в Карьково. В 18-м Майдан поминают погибшего. Сумская. Слава Украине! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Разговаривал на русском языке. Так, что там с анти-майданом? Скайню. Скайню за... Ну, он сайт-проводник. Скайню! Скайкун вчера, парламент. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok 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 ну видимо очень и очень мой харьковчан он устраивал да а теперь посмотрим как бы революция победила это уже однозначно что она породит каких чудовищ или наоборот что прекрасное будем смотреть конечно бандеровщины в харькове или там запретом говорить по-русски люди опасаются с моей точки зрения совершенно напрасно я хотел бы посмотреть на человека который попробует запретить мне говорить по-русски писать по-русски думать по-русски меньше украинцам от того что я думаю по-русски я не остановлюсь хотелось бы остановиться на технической стороне сейчас как мы видим происходит затишье майданчики они то ли у памятника шевченко то ли у облгосадминистрации непонятно и тем не менее нападение уже идет основной фронт по которому на нас сейчас приступает это фронт информационный сейчас не в новостях не на сайтах информ агентств ни в каких-либо телепередачах какой-либо информации о том что происходит нет это пристаг скорее хороший потому что вчера чуть что там пошло не так они сразу говорят допкин кернец избежали дорогие мои они конечно могли избежать я их лично не видел и положа руку на сердце сказать что они здесь не могу но мы должны знать что кроме того что публиковали сообщение о том что они убежали публиковались также и сообщение о том что они остаются на своих рабочих местах на самом деле просто беда в том что у них нету своего мощного информационного ресурса что бы ни публиковали что бы ни говорили особенно у нас мастер на это дело арсена ваков вот дескать видео внутренние войска вот уже все сбежали друзья мои что бы ни говорили это все может быть и скорее всего является обыкновенной дезинформации сегодня 8 часов вечера по москве то бишь у нас это будет 6 часов закрытие олимпиады в россии там у владимир владимировича путина руки немножечко развяжутся вот я очень надеюсь что мы здесь не одни в общем то понимаете украину украину ешь не один раз практически полностью захватывали и в восемнадцатом году и в сорок первом году и карл двенадцатый и тем не менее каждый раз захватчик нагло получал по морде я уверен что мы сейчас можем сделать тоже самое наша задача продержаться до подхода регулярной милиции когда она наконец получит правильный приказ наша задача продержаться до подхода настоящей помощи я уверен что мы с этой задачей справимся спасибо вам дорогие что вы сюда пришли а вы из россии я думал приехала россия поднял с россии просто поддерживать У вас единственный, по-моему, слава, да, я не вижу больше. Я же почему и подумал, что вы с Россией приедете. Милиция, держите его. Они рассчитывали на то, что в Харькове будет без сосудия. Они рассчитывали на то, что Харьков не скажет свое слово. Мы, харьковчане, здесь собрались. Они уже увидели, насколько это страшно. Они уже перепуганы. Спасибо вам, харьковчане, за то, что вы все откликнулись наши призывы и здесь. Братья, зашаселись. У всех есть мобильные телефоны. У кого есть интернет, у кого есть смартфоны, пожалуйста. Во все социальные сети, во все группы, в контакте, в фейсбуке, в одноклассников. Оставляйте сообщения, долго вы, отстаем Харьков. Больше держите.